всем привет вы на моем канале о вязании сегодня у нас вторник есть возможность снять несколько видео на визуальный канал я ее не упускаю и хочу сегодня ответить на вопросы тега на самом деле очень давно пересмотрел один тег и почему-то не могу его сейчас найти но это просто я даже расстроилась и мне кажется я так давно не выпускала теги ну вот не знаю так в теге я сегодня буду вязать платье своем винное вишневая вишневая здесь у меня лицевая гладда прибавок еще очень далеко поэтому я ошибок здесь не наделаю я знаете что еще подумала с этим платьем я могу до нового года теги снимать так как-то далеко сижу неудобно значит я ну естественно всего того что не нашла то что хотела полезла на youtube в подписках и я знаете как если мне нужно найти тег я иду к на канал она молодец все это дело отслеживает на все теги в основном большинство отвечает у меня сейчас в подписках очень мало визуальных каналов прямо сильно сильно мало невероятно мало даже даже не знаю но мне комфортно с таким количеством я это смотреть не успеваю поэтому вот для меня канал альбина это какая-то как новости по тегам когда-то когда-то очень давно когда еще не было интернета ну по крайней мере в моем доме в моей квартире на моей семье я помню как как когда по телевизору хочешь что-нибудь интересное посмотреть смотрел перед этим газету да программу телепередач так вот я к альбине хожу за тегами так нашла там у нее один из недавно вышедших тегов называется вязание экология автор тега людмила вроде ничего не путаю ссылочку на канал оставляю и людмилы и альбины и вопросы я не читала немножечко времени у меня в обрез поэтому давайте не будем долго долгие вступления сразу приступим к ответам так всего 12 вопросов но я предполагаю что все они как-то связаны с вязанием и экологии первый вопрос любите ли вы и ваши близкие изделия связанные вручную ну очень сложно говорить за чужих людей не за чужих людей а за других людей да то есть у меня голова то своя только и только в своей головы содержимое я знаю я сейчас скажу так такое сейчас скажу слушать на меня не могу сказать что я прям люблю связано вручную вещи то есть у меня нет такой галочки что вот если вещь связана руками то я только поэтому ее предпочту фабричные вещи здесь вопрос стоит в том что больше нравится то есть я вполне себе допускаю ситуацию что вещь связанная вручную мне понравится меньше чем вещь которая была там отшита на фабрике даже если это какое-то шаблонное массового производства и уж тем более я скажу так что я очень 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 сомневаюсь в том что я бы смогла носить вещь связанную вручную не мной а каким-то другим человеком то есть это прям видимая в этом плане сильно привереда на это не стесняюсь ничего плохого в этом не вижу я точно точно знаю чего я хочу при этом во всех вопросах и поэтому тут больше у меня пляшет знаете как я люблю вязать я люблю вязать какие-то определенные вещи но галочки на том чтобы связать все и чтобы это было связано вручную у меня нет на то есть чтобы вот прямо такая целенаправленная задача связать гардероб вручную и он мне будет нравиться абсолютно нет вообще я конечно если пойду в магазин и мне понадобится понравится какой-то джемпер который очевидно да можно создать руками то скорее всего 99 процентов я его просто повторю за дома ручками но так чтобы прям вот чисто по критерию вручную ли фабрично далеко нефачк 2 выберу вручную связанную вещь я люблю свои вещи которые я себе вяжу я люблю вещи которые вяжу своим детям до своим родным если кому-то там но я редко конечно сейчас кому-то вижу что-то кроме себя и детей но я люблю эти вещи если бы я мне не нравились я бы их не вязала я бы их не довязалась я бы их в конце концов не подарила это сто процентов Вот, потому что для меня кому-то что-то подарить, это не избавиться, это наоборот порадовать человека, да, то есть если что-то будет не нравиться в этом изделии, я не подарю, мне будет стыдно, вот, поэтому я люблю связанные вещи руками, но только те вещи, которые мне изначально нравились, до того, как я решила их связать руками, да, то есть сначала вещь понравилась, потом связала, потом вещь нравится. Вот, а не только за то, что она связана руками. А по поводу близких, ну, тяжело говорить с других людей, мне кажется, что, ну, младшему сыну явно абсолютно безразлично, чем связана вещь, лишь бы не кололась машинкой, руками, фабрикой, какими-то, не знаю, азиатами, еще кем-то, без разницы. Старший сын, не знаю. Сложно говорить. Даня! Сядь вот тут на билочку возле меня. Значит, вопрос. Любите ли вы, любите ли вы, любите ли 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 вы и ваши близкие изделия, связанные вручную? Ты любишь изделия, связанные вручную? Ну, только честно. Ну, по логике все связаны вручную. По какой логике? Конкретно ты любишь? Мне нравится. А что тебе нравится? Ну, почему тебе нравится? Ну, мне нравятся большая часть какие-нибудь шарфики, не знаю, шапочки. То есть, носки мать старается вяжуть тебе? Нет, носки тоже. А свитер? Вот, я тебе свитер вяжу. Ты будешь его носить? Ну, да, но свитера мне нравятся те, которые без колючек одевают. Без колючек, понятно. Ясно. Так а почему тебе нравится? Только потому, что руками связаны? А если шарфик будет из магазина, то они связаны. Нет, ну, в смысле, мне нравится, потому что... Именно связаны или именно связаны руками какого-то определенного человека? В магазине же тоже продают связанные вещи. Ну, понимаю это. Ну, давай. Ну, мне больше нравятся те, которые связаны определенного человека. Это ты, конечно. Ну, то есть, если у тебя, например, бабушка связана, например, свитера, да, я, конечно, буду его носить, потому что он связан с любовью. А если он тебе будет не нравиться? Ну, давай честно. Ну, такого еще ни разу не было. Не знаю, как представить ситуацию. Ну, а если случится? Не знаю даже. Не надо его носить, если он тебе не нравится. Даже если его связали с любовью. Все должно нравиться. Ясно? Спасибо за ваше мнение, эксперт Данила. Вы нам очень помогли разобраться в этом вопросе. Кота бы пригласила, но коту я еще ничего не вязала. Больше дома никого нет. Ну, в общем, вы... Котик у носочки. Котик у носочки. Он ходит на улице, у него грязные лапки. Так. Ну, в общем, вы услышали, да? Мнение ребенку 13 лет. Вот его мнение. Второй вопрос. Бережно ли вы относитесь к таким вещам? Я... Ну, это очень субъективная позиция будет. Я считаю, что достаточно бережно. Ну, я стараюсь как делать. Если пряжа мне абсолютно незнакома, я вяжу из нее первый раз, получаю готовую работу, начинаю ее эксплуатировать, то, естественно, я все делаю со здоровьностью в первый раз. Первая стирка, первая сушка, хранение, да? То есть обращаю внимание на то, как изделие себя ведет в процессе стирки, как оно там сохнет, хорошо ему плохо, как оно после этого выглядит. То есть, конечно же, я обращаю на это внимание. Но если я, допустим, знаю, что я вяжу платье из Cotton Gold, это... Я уже не знаю, какое там нацать первое, двадцать шестое или какое изделие из этой пряжи. Я прекрасно знаю все свойства этой пряжи, что она прекрасно себя чувствует после машинной стирки. Хорошо без каких-то там сильных, да вообще без деформации сушится на сушилке. То есть не горизонтально я сушу вещи из Cotton Gold, из Lannigold. Я сушу их на обычной сушилке, то есть на трутиках, да? Ничего с вещами не происходит. Они нормально себя чувствуют. Единственное, что есть такой момент, что Cotton Gold после стирки, если его прям совсем вот, ну так знаете, подзабив, да, стирать с другими вещами, с фабричными, то он после стирки как будто бы подсушивается. То есть вот сейчас пряжа мягкая. Поэтому, может быть, есть смысл добавлять какие-то смягчающие кондиционеры, ополаскиватели, да, чтобы пряжа не пересушилась, не... То есть потом ты носишь эту вещь, она как бы возвращается в первоначальное свое вот это состояние. Но именно вот после стирки есть такой момент, что она как будто бы засыхает чуть-чуть. Не знаю, как это правильно называется, но такой момент присутствует. Вот, поэтому я считаю, что я достаточно бережно отношусь к своим вещам. Если уж так знаете, не судить по фактам, капучиновый топ я вязала летом 2016 года. Из Cotton Gold, да, кстати, да. Даже, я думаю, что все его помнят. И я только его в этом году выбросила. И выбросила не потому, что он там прям как-то ужасно выглядит, но просто потому, что он уже... Ну, сколько можно его мучить? Там и пряжа, она немножко как будто бы чуть-чуть как будто бы похудела. Но столько лет вещь носить и в машинке стирать. Представьте, пять, да, пять, шестнадцатого, с лета шестнадцатого по лета двадцать первого года. Пять лет. Там и резинки уже так растянулись. Ну, уже они прям совсем не собираются обратно. Хотя Cotton Gold резинку не держит. Ну, я думаю, что этот топ отслужил свое в полной мере. И судя по тому, что он пять лет мне служил верой и правдой, и я его очень активно эксплуатировала, я думаю, что можно судить, что я вещи ношу бережно. Что касаемо моих близких. Ну, опять же, Максим еще маловато. Данила мог бы относиться более бережно. Но в силу того, что это подросток, я на него не обижаюсь. То есть, я ему, когда собираюсь что-то вязать, я выбираю ту пряжу, с которой не будет проблем. Мне не хочется ругаться с ребенком из-за того, что он может испортить какую-то вещь из дорогой пряжи, при том, что я заранее знала об этом и все равно вязала. То есть, джемпер из Cotton Gold, джемпер из Lana Gold, с ним он ничего не сделает. Ну, максимум порвет. Был момент, вязала ему школьный жилет из Lana Gold Fine. И где-то зацепился в школе, даже не знаю, со стороны спины, вот где уже проймы. И вытянул вот такую затяжку. То есть, он там пол спины собрал. Ну, что сказать. Мы поправили это дело. Да, было неприятно. Но также неприятно было бы, если бы это была какая-то другая обычная вещь. Ну, то есть, точно не ругаться из-за этого. Просто учитывать, да. Есть, знаете, бывает и взрослые ведут себя точно так же. А так вообще в целом, я заметила, что вещи, вязаные моими руками, других у нас в доме нет. Они очень долго носятся. То есть, ну, я так скажу вам, что носки. Есть носки, которые я вязала бывшему супругу. И он их до сих пор носит. Есть, нет, неправильно. Они уже протерлись местами. Да, то есть, такие есть места, где уже прямо муку просеивать можно. Но он носит. Потому что это не потому, что это руками связано, а потому, что они тёплые. Они удобные, они комфортные. Ему очень нравятся. Аромата, я уже говорила в каких-то из предыдущих видео. Первая аромата связана в марте 2017 года. Эксплуатируется активно по сей день. Выглядит божественно. Ничего там она не нет. Там даже, в принципе, если бы задаться целью привести её как-то в первоначальный вид, то и немного времени на это потребуется. То есть, там катышек как таковых-то немного. Я вот даже говорю сейчас и понимаю, что говорю только потому, что оно не может быть, чтобы не было катышек. Вот, поэтому достаточно бережно. Без претензий. Третий вопрос. Если вещь испортилась для приноски или вышла из моды, жалко ли вам её просто выбросить? И вы её выбрасываете или распускаете и даёте науклу жизнь старой пряжи? Так, первый вопрос. Испортилась приноски, вышла из моды, жалко выбросить. Так, если вещь испортилась, то ну а что с ней делать, если она испортилась? То есть, жалко, что испортилась, выбросить-то не жалко. Ну, испортилась, но жалко будет, если купил элитную пряжу по цене самолёта, связал какую-то вещь небольшую, она взяла и испортилась очень быстро, и всё, да. То есть, деньги на ветер. Вот денег жалко в этом плане. Ну и времени, конечно, да. Вещь не жалко. Если вещь вышла из моды, в моём понимании, ну вы же знаете, насколько я модная, да, то это вообще как бы не про меня. Я не вяжу вещи целенаправленные, какие-то такие, прям направленные на какую-то определённую моду. Я вяжу то, что мне нравится. Мне эта вещь может нравиться годами. Если она мне нравится, если мне в ней комфортно, она может годами мне служить. В тот момент, когда мне перестаёт нравиться, это не зависит от того, какая я сейчас в модном дворе, да, на что, тогда я её перестаю носить. Поэтому к моде я вообще абсолютно не привязана. Ну, по крайней мере, в текущий момент своей жизни. Что там дальше будет, никто не знает, да. То есть я, ну, не то, что какие-то планы есть. Просто говорю, что сам не знаешь, что будет завтра. Если вышла из... Нет, если мне вдруг разонравилось, да, то я, конечно же, не выброшу, зачем её выбрасывать, если она абсолютно новая. Я вязала себе платье. Помните наверняка, я была беременная, мне клюнул петух в одно место. Хочу себе... Нет, не хочу себе. Это не так было, это неправда. Хочу связать. Просто мне захотелось связать. Мне очень понравился один жакарный узор на кокетке. И я тогда связала себе джемпер с жакардом из Лана Голд по дропсовскому описанию. И потом этот у меня джемпер перерос в платье. Вот очень красивое на самом деле было платье. Может быть, где-то есть фотографии. Скорее всего, есть. Такой бело-голубой. Ни разу я это платье не носила. Ни разу. Я его примеряла. Но это очень-очень жарко для меня. И какой смысл его хранить, я не знаю вообще на самом деле, зачем она у меня столько лет лежала. А потом в один прекрасный момент я просто перебирала свои вязаные вещи. Наткнулась на синий кардиган, по которому тоже есть мастер-класс. И может быть, даже есть какая-то фотка. Тогда вставлю. Я поняла, что кардиган мне уже точно не подходит. Он мне велик. И уже не так нравится, как тогда нравился. Ну да, совсем не так. Я просто спросила у мамы, будет ли она такое носить. Она с удовольствием забрала. То есть ей на ее работу холодную все эти шерстяные вещи за милую душу. Поэтому смысла выбрасывать не вижу, если вещь целая. Вообще на самом деле есть много мест, куда можно отнести целые вещи в хорошем состоянии. Чтобы их не выбрасывать. Ну зачем их выбрасывать? Всегда можно отдать кому-то другому, кто в этом больше нуждается. Тут даже не просто не вопрос, не столько вопрос экологии, сколько вопрос рационального использования вещей. Так, а вот вторая часть вопроса. Вы ее выбрасываете или распускаете? Даете новую жизнь? Старой при пряже. Выбрасываю, если испортилось. Распускать ничего не распускаю. Очень редко распускаю. Чтобы вот прям вещь разонравилась. Я села, распустила. Устроила эти танцы с бубнами, чтобы пряжу как-то реабилитировать. Реабилитировать, да, в первоначальное состояние. И потом сидеть, вязать новую. Такое я не припомню на своей истории. Мне это неинтересно. Может быть, если бы не было таких запасов пряжи, да. Если бы была в этом необходимость какая-то заниматься этим. Ну, наверное, я допускаю такую мысль, что я бы сидела и распускала бы. К распущенной пряже отношусь не очень. Не потому, что она какая-то становится не такая, а в плане того, что распущенная. То есть ударение не на распущенное, а ударение больше на то, что если мы говорим, допустим, о каком-то береносе или полушерсти, то обычно она в изделии уже смотрится иначе. Да, то есть как бы, что бы я там с ней не делала до этого, как бы я не пыталась ее вернуть в первоначальное или более-менее первоначальное состояние, ну, я все равно вижу эту разницу, да. То есть если связать шапку резинкой из Мирина Ройл нового свежего мотка и создать из распущенной пряжи, то я эту разницу замечу. Даже по плотности, то есть та же Лана Голд, свитер, если поносить пару лет, потом распустить и перевязать, то это уже будет совсем другая плотность. Ну, по крайней мере, из моего личного опыта. Я нормально отношусь к распущенной летней пряже, в частности, к стопроцентному хлопку, будь то меристеризованной или не меристеризованной, потому что вот с ним ничего не случается. Ну, по крайней мере, опять же, из моего личного опыта, да. То есть у меня есть... У меня было платье, платье, кусок, кусок мотивы, мотивы. Я начинала еще каналы, даже я не знала о существовании рукодельного ютуба, я начинала себе вязать платье из бегонии розовой. Я связала 8 мотивов, потратила на это, по-моему, один моточек бегонии, то есть вот эти 50 грамм хлопка. И что-то там пошло не так, плотность мне не понравилась, то есть как-то вот на просвет это платье смотрелось слишком тяжелым. Я это временно отложила. Сами знаете, какое бывает временно. Прошло лет 7-8, может быть. И мне просто этот кусок достал, я его распустила. Ну и выбрасывать я не стала, потому что у меня есть эта пряжа в запасах в хорошем количестве. То есть можно даже что-то связать. Вполне бегония пряжа, очень хорошая. Она вечная. Ну и какой смысл выбрасывать? Там понятно, что там, ну, представляете, я распускала 8 мотивов, связанных с 50 грамм. То есть, грубо говоря, длина каждого отрезка 20 метров, там, плюс-минус. И, конечно же, из этих 20 метров я не брошусь сегодня вязать. Но если вдруг так случится, что я буду вязать из новых мотков, в первую очередь я, конечно же, к ним обращусь, да, и мне не будет хватать, я не помрезгу этим хлопком распущенным, потому что знаю наверняка, что с ним ничего не стало. Вот. Но это именно больше к хлопку, да. Хлопку, хлопок сольном, может быть, да. Вискоза очень хорошо себя чувствует после распуска. Она, мне кажется, вообще, ну, если недолго лежала вещь, то она как-то даже сама по себе практически в первоначальное состояние возвращается. Но, опять же, это у меня. А вот с шерстью, полушерстью не так. Ну, я предпочту новые мотки. Вот. Дальше. Четвертый вопрос. Не считаете ли вы зазорным вязать из пряжи бывшего употребления? Зазорным в этом ничего нет. Что тут зазорного? Кому вообще какое дело и в какой пряжи вы вяжете? То есть тут больше не про то, что кто подумает, это больше как мне самой. Мне, ну, вот я уже рассказала, да, какие у меня взгляды на это дело. Пятый вопрос. Как вы думаете, что можно создать из такой пряжи? Из распущенной? Да вообще вариантов масса. Ну, и опять же, как она выглядит? Если пряжа хорошо выглядит, то можно создать все, что угодно. А если не очень, то, опять же, масса вариантов. Ну, вот эта практика вязания пледов каких-то, да, там, мотивами, петчворком, плед на десяти петлях тоже такая распространенная штука. Носки какие-то, да, домашние, тапочки. Кто-то коврики вяжет котиком. Ну, это не мое немножко. Но почему нет? Да вообще все, что хочешь, можно создать. Но я не из тех людей, которые задаются целью, вот прям максимально как-то рационально это все использовать. Мне в первую очередь хочется вязать в удовольствие. Если вдруг мне приспичить вязать плед... Ну, потихонечку уже начинает приспичивать, если уж честно. Если мне вдруг приспичить вязать... Блин, вот сейчас приспичило сильнее. Ладно. Плед, допустим, из остатков и распущенных мотков и залезала на гол, то я свяжу и ничего зазорного в этом не вижу. Но я должна этого захотеть. То есть нет такого, что так, спасаем планету. Что мне для этого нужно? Нужно распустить свитер старый и пустить его на что-то другое. Есть намного более важные моменты в экологии, да, уж если про экологию говорить, чем перевязывать старые вещи. Ну, я так считаю. Так. Шестой. Что вы обычно вяжете из такой пряжи? Я ничего, нет. Я пас. Ну, вот практика. Да вы же видите, да, что я вяжу. Я даже не вспомню, когда в последний раз вязала из распущенной пряжи. Седьмой. Вы сами распускаете износившуюся пряжу, вещь точнее, или вам помогает кто-то из членов семьи. Не распускаю, соответственно, никто мне в этом не помогает. Мой единственный вид распуска, это когда я вяжу процесс, допустила ошибку, да, косякнула и вот в текущий момент распустила и перевязала. Это да. Но это я делаю, конечно же, сама. Восьмой вопрос. Какую вещь из старой пряжи вы создали недавно? Пропускаем. Девятый. Как вы выравниваете старую пряжу? И есть ли у вас свои секреты? Пропускаем. Нет секретов. Десятый. Можно ли создать из бывшей употребления пряжи такую вещь, чтобы она выглядела как новая или даже лучше прежней? Почему нет? Ну, то есть, в зависимости от того, что за пряжа, как долго она лежала. Ну, то есть, в теории, конечно, да. Одиннадцатый вопрос. У вас есть такая вязаная вещь в гардеробе, которую выбросить жалко, а носить уже не хочется? В начале видео я говорила, что я от таких вещей избавилась. Если у меня такие возникают вещи, да, то я стараюсь им найти новый дом. Ну, я не ставлю это прям такой, знаете, с удачей, да. Я просто ложу ее, кладу на видное место. И, периодически, проходя мимо, думаю, ну, куда же тебе деть? И если в голову в этот момент ничего не пришло, значит, мы подумаем о том позже. Вот. Но их так немного. В основном это вещи, из которых выросли мои дети. Или, допустим, вещь, которую я связала только потому, что мне хотелось ее связать. То есть, на себе, допустим, не представляла, а вот было желание связать. Не знаю. Ну, правда, такого уже давно нет. Уже очень давно такого нет. И двенадцатый, последний вопрос. Как вы думаете, будет ли считаться вашим вкладом в сохранение экологии тот факт, что вы дадите новую жизнь старой тряже? Такой сложный вопрос. Ну, как бы, вроде, да, да. То есть, не выпросил, не засорил. Но, с другой стороны, этим ли... Да, любая вязальщица, если так подумать, да, если прям про экологию, ну, сколько бывает таких случаев, когда вы берете и перевязываете старую вещь? Ну, сколько раз в году? Много важнее, там, не знаю, мусор сортировать, стараться не покупать лишние вещи в магазине, которые вы потом выбрасываете, да, то есть, которые уже не перевяжешь. Или, не знаю, там, мусор в мусорке. И лишнюю еду не покупать, не брать. Видела недавно у кого-то в сторис, на отдыхе написано шведский стол, да, завтрак, шведский стол на отдыхе. И написано, берите, пожалуйста, столько еды, сколько вы съедите. И чуть-чуть где-то там недалеко стоит такой стенд, и написано, что вчера общая масса отходов, то есть не то, что ушло с этих столов раздаточных, а то, что ушло с тарелок. Людей, которые набрали от жадности, да, шведский стол надо брать, пока дают, но не доели, потому что уже не лезло. И вот общий вес этих отходов составил 150 килограмм, было написано, и что этим количеством можно было накормить 78 человек. То есть, ну вот смысл в этом, что в каждый день в нашей жизни мы сталкиваемся с реально более, не то чтобы важными, но тоже с важными моментами, которые связаны с экологией, защитой планеты. И если эти моменты, на них обращать внимание, то распущенная вещь, она стоит где-то в самом конце этого списка. Это мое мнение, да. Мы, кстати, вот дома сортируем мусор. Сортируем мусор. Ну, вообще, в целом, конечно, я не могу похвастаться, что я прям такая молодец в этом плане, но все, что в моих силах, я стараюсь делать. Может быть, что-то в этой жизни еще у меня изменится, да. Что-то новое, я еще какие-то правила в доме, в своем виду. Но пока мы, в силу того, что вот придумалось, все делаем для соблюдения экологии, для сохранения экологии. Но про пряжу я не знаю. Я не знаю. Я воздержусь. Я свое мнение, в принципе, уже высказала на этот счет. Так, что у нас тут связалось? Ах, ешкин кот, три ряда не довязала даже. Да? Один, два, три. Нет, четыре. Три с половиной ряда. За сколько-то? Не знаю, не вижу. Все, на этом у меня все. Заглядывайте в инфобокс, там ссылочка на канал автора, на канал Альбины. Я надеюсь, что вы с интересом провели время, неплохо повязали. Не забывайте сказать мне об этом лайком, да. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Спасибо вам большое за просмотры и увидимся в новых роликах. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.